МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу событий. Я, Ольга Морозова, здравствуйте. Вначале кратко основные темы этого выпуска. Шикарная плитка будет на уровне набережной. Жителям Безымянки готовят сюрприз. Самарские парки все больше располагают для прогулок. Решится, наверное, извечная проблема с водоотведением. Приплыли. Подготовка к Мундиалю может решить многолетнюю проблему с подтоплением зубчининовки и металлурга. От резьбы по дереву до, опять же таки, выращивания цветов. Самара расцвела. Цветочная феерия в Труковском саду продлится до самых заморозков. В сентябре-октябре горожан ждут приятные открытия. Уже сейчас заканчивается благоустройство территории в рамках программы «Двор, в котором мы живем». Кроме этого, полным ходом идет реконструкция сразу нескольких парков. С подробностями Марина Матвейшина. 38 незаконных гаражей вывезли со двора 232-го дома на Ташкентской силами городской администрации. Во дворе стало заметно светлее и просторнее, говорят жители. Освободившиеся территории пустовать не будет. Здесь совсем скоро появятся футбольные поля для местной детворы. Работы по благоустройству двора вышли на финишную прямую. Жители выиграли в конкурсе «Двор, в котором мы живем». Новые дорожки, новая детская площадка и парковки для автомобилей. Осталось только убрать последний контейнер. Мы там нашли взаимопонимание, там решили проблему с гаражами, которые, там три гаража, которых не вывозил собственник. Ему нашли другие места, один гараж у него покупает собственник, поэтому эту проблему решили. Городские точки, где ведется реконструкция и работа по благоустройству территории, осмотрела комиссия во главе с первым вице-мэром Виктором Кудряшовым. Следующий пункт – парк «Родина». Уже в октябре жителей Безымянки ждет сюрприз. Во-первых, будет изменена плитка, шикарная плитка будет на уровне набережной. И будет классный фонтан с подсветкой, то есть будет чему порадоваться. Соответственно, все мероприятия социально значимые, которые проводятся в этом районе, будут проводиться на новом уровне. В процессе работ всплывают и проблемные моменты. Вскрытие показало, что подводящие к фонтану коммуникации нужно срочно менять. Это дополнительные работы. Мы, безусловно, найдем источник для их проведения. Сегодня уже это обговорили. Вот кое-где некоторые строения старые, они просто не подлежат восстановлению. Нужно провести их демонтаж, потому что мы, конечно же, объект должны открывать в идеальном виде. И мелочей, как говорится, здесь не бывает. Продолжается реконструкция и в другом любимом горожанами парке – парке Гагарина. Работы здесь начали только в августе, чтобы не мешать жителям отдыхать. Площадка – это демонтаж асфальта, установка бордюра, порепли. Демонтаж будет делать уже с бортом, что ли, да, установлено. Ничего не повредит? Да, не повредит. К концу октября в парке появятся новые клумбы, благоустроят дорожки, еще планируют убрать часть кафе. Этой осенью парк Гагарина приобретет еще больше европейского лоска. Марина Матвеевшина, Иван Карпов, События. Многолетнюю проблему с подтоплением Зубчининовской металлургой 15-го микрорайона планируют решить в Чемпионату мира по футболу. Муниципалитет разработал предложение по проектированию и строительству коллектора дождевой канализации, чтобы получить средства из вышестоящих бюджетов. Сегодня даже небольшой дождь для тысяч жителей грозит подтоплением. В поселке Зубчининовка с опаской ждут осени. Что не дождь, потоп, рассказывают люди. Затапливает дороги, газоны, тротуары. Вода подходит к жилым домам. Лужи не высыхают месяцами. Резиновые сапоги здесь на пике моды круглый год. Ужас, что. Сапога ходить нужно. Вот хорошо я на машине езжу. Если вы утром пошли на работу в таких тапчиках и пошел дождь, то вы извините, картина будет ужасная. В каком виде вы придете на работу, я не знаю. Ситуация серьезная, она уже очень давно, даже с детства. Мы здесь, в общем-то, старожилы из Зубчининовки. И вот вспоминаю я оттуда, мы когда шли на учебу или на работу, где-то вот здесь еще было, так это нормально. Да, островок. Только оставляли сапоги резиновые, где-то с соседями бросали через забор, а сами одевали туфли и уже шли на остановку. Когда дождик пройдет, там вот на углу, где школа, там ни пройти, ни проехать. Там кочки внутри, можно даже провалиться, в лужи ничего не видно. И там надо только в сапогах проходить. Многолетнюю проблему с подтоплением территории планируется решить к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Специалисты муниципального предприятия «Инженерная система» подготовили документы, сделали все необходимое для того, чтобы город получил финансирование из вышестоящих бюджетов. Разработано предложение по проектированию и строительству коллектора дождевой канализации длиной 13 километров и производительностью 73 тысячи кубометров в сутки. Коллектор планирует проложить от площадки будущего стадиона до Орлова-Оврага. Кроме того, в плане строительства очистных сооружений. Если эти мероприятия будут реализованы, то решится, наверное, извечная проблема с водоотведением в поселке Зубчининовка на Металлурге в 15-м микрорайоне. Ну и, соответственно, проблема очистки источных вод, которые на сегодня без очистки попадают у нас в водоемы река Самара-Рековой. Кроме того, в Самаре намечено строительство коллектора дождевой канализации по Волжскому склону на улицах Первомайская и Комсомольская. Помимо этого, в областной столице планируют возвести пять очистных сооружений, что до 2022 года позволит решить проблемы подтопления территорий и очистки источных вод. Только за счет городского бюджета эту проблему не решить. Необходимо привлекать значительные ресурсы из областного и федерального бюджетов. Мария Иваткина, Владислав Манин. События. Другие темы. В Самаре прошли публичные слушания по внесению изменений в устав города. Его привели в соответствие с федеральным законодательством. К вопросам местного значения теперь относятся не только схемы размещения рекламных конструкций, но и их эксплуатация. Кроме того, власти муниципалитета теперь смогут утверждать программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Мы при принятии таких важных решений, как изменение уставов, правил земли и полной застройки, всегда учитываем мнение нашей общественности. Для этого мы сегодня и собрались. И мы получили единодушную поддержку, потому что все изменения у нас сегодня вносятся такие, которые имеют отношение к федеральному законодательству. 185 тысяч учебников купили для самарских школьников за счет городского бюджета. На это направили 55 миллионов рублей. По этим книгам ребята планируют учиться в ближайшие пять лет по очереди. Бесплатно во временное пользование учебники смогут получить дети из малообеспеченных и многодетных семей, сироты, а также абсолютно все ученики с первого по пятый класс. Исключение составляет только рабочие тетради. Есть ряд учебных пособий, которые рассчитаны только на один год. То есть дети работают в них сами. Поэтому вот эту часть учебного комплекта родители закупают самостоятельно. Самара расцвела. На ежегодный фестиваль цветов в Струковском саду съехались цветоводы со всей области. Свои работы в парке представили и районы города. Почетным гостем фестиваля цветов стал глава города Дмитрий Азаров. Сотни цветов, десятки ландшафтных композиций, букеты и живые скульптуры. В Струковском парке большой цветочный праздник. Для любителей красочной растительности здесь настоящий рай. Главная тема фестиваля в этом году – Самара, любимый город. Появились новые тематические композиции. Самара трудовая, ворота города и Самара историческая. Дизайнеры на языке цветов предложили горожанам отправиться в путешествие во времени. Мы рады приветствовать вас. И приглашаем пройти в уголок Старой Самары. Почетный гость фестиваля, глава города Дмитрий Азаров, посетил самые яркие уголки Струковского парка. Пленэр под открытым небом устроили юные художники. Они умеют видеть прекрасное в простых вещах. Дети превратили обычные садовые ведра в настоящие шедевры. Мэр не смог пройти мимо. Художники, они часто такие, скромные. Желающих поучаствовать в фестивале с каждым годом все больше. В этот раз свою продукцию представили более 50 цветоводов и садоводов со всей области. Глава города предложила расширить границы фестиваля цветов уже в следующем году. Я думаю, что его надо делать уже более масштабным. Надо выходить за границы одного парка. Тем более на следующий год мы планируем и здесь, в Струковском парке, начать работы по реконструкции. И вполне возможно, что нужно даже, пользуясь вот этим случаем, подобрать и другие площадки и выходить за границы одного парка. Не обошлось на фестивале цветов и без сюрпризов. Новинка этого года – новая площадка литературного музея. Она посвящена юбилею писателя Алексея Толстого. Здесь всех самарцев ждут веселые мимы и мальвина. Я зовут деток рисовать. Мы там рисуем и красим разноцветные рисунки. На фестивале цветов самарцы могут не только приобрести саженцы, но и обучиться дизайну и флористике. Тут, конечно, очень много людей, во-первых. Во-вторых, программа шикарная. В-третьих, тут столько можно увидеть. Тут совершенно разные. От резьбы по дереву до, опять же таки, выращивания цветов. Я очень рада, что мы здесь. Здесь очень много народу интересного. Самара в этом году заметно похорошела, зелени прибавилась. На территории города посадили 2500 саженцев деревьев, 4000 кустарников и более миллиона цветов. В Струковском парке также подвели итоги городского конкурса «Помоги родному городу». Ребята из 25 школ принимали участие в благоустройстве. Наводили чистоту, сажали деревья, разбивали клумбы на пришкольных территориях и в микрорайонах. Победителей наградил глава города Дмитрий Азаров. Цветочная феерия в Струковском саду продлится до поздней осени. Дизайнеры уверяют, если ландшафтные композиции сделаны с любовью, им и заморозки не страшны. Лариса Шалафаст, Константин Головин. События. Сделать жизнь вокруг более комфортной может каждый. Самара примет участие в российском экологическом субботнике «Зеленая Россия». Последний день лета вся страна займется генеральной уборкой. Ожидается, что наводить чистоту выйдут порядка двух миллионов человек. Жители Самары не останутся в стороне. 31 августа несколько десятков тысяч человек выйдут на улицы с лопатами и граблями. В субботнике примут участие муниципальные служащие, городские предприятия и просто неравнодушные горожане. Город Самара примет активное участие в этом субботнике. Мы планировали проводить субботник с помощью волонтеров. В первую очередь, конечно, готовить, готовить, первый город готовить к первому сентябрю, к школе. В принципе, он уже готов, школа подготовленная. Но в целом территорию привезти после лета, подготовить уже к осени, к зиме, для того, чтобы город был чистым не только во времена субботников, но и чтобы каждодневно он был чистым. Предприниматели Самары готовятся к ежегодной выставке «Самарский бизнес» от А до Я. Она пройдет на площади Куйбышева 30 августа. Выставка – хорошая возможность обменяться опытом и найти новых клиентов. Герой нашего следующего сюжета считает – самые красивые пальто шьют в Самаре. Одеть в пальто готовы хоть всю Самару, говорят швеи производства по пошиву одежды. На самарском рынке уже 20 лет. Шьют плащи, куртки, пальто на любой вкус. Ткани используют только самые современные. Ткани мы закупаем только на оптовых ярмарках в Москве, начиная от наших отечественных, те, которые уцелели, и современные зарубежные фирмы, в том числе из Италии. То есть мы делаем современные коллекции, они соответствуют тенденциям 2013-2014 года на сегодняшний момент. Причем несколько групп, начиная от молодежной группы до, как мы говорим, женщины больших размеров. Пошить пальто по фигуре обойдется не дороже, чем купить в магазине. Но большинство горожан предпочитают за покупками отправляться в торговый центр, а не в ателье, говорит начальник производства Лидия Шинина. Конкуренция на рынке большая, и раскрутить свое дело непросто. Наша продукция, она востребована, она как бы на сегодняшний день на рынке востребована, но покупателю очень сложно найти нас, потому что очень сложные всякие вот эти рекламные продвижения на рынке. Для того, чтобы себя рекламировать, нужно обязательно большие вложения финансовые. Но на сегодняшний день, конечно, большие трудности. Дорогостоящая реклама по карману далеко не всем. Чтобы помочь предпринимателям продвинуть свое дело, в областной столице ежегодно проходит выставка «Самарский бизнес от А до Я». Бизнесмены обмениваются опытом и находят покупателей. Свою новую коллекцию самарское производство по пошиву одежды уже подготовила. Лариса Шлафас, Константин Головин. События. Места на площади Куйбышева для участников выставки «Самарский бизнес от А до Я» предоставляют бесплатно. Бизнесмену будет целых три дня, чтобы наладить бизнес-контакты, привлечь инвесторов, заинтересовать покупателей. Подготовка идет полным ходом. На этот раз 160 предпринимателей заявили о своем участии. По другим темам. Необычная детская площадка открылась на улице Советской армии в Самаре. Хулиганить, распивать спиртные напитки здесь точно не будут. Когда дети гуляют под присмотром церкви, родители могут быть спокойны. Освещается детская площадка. Особое место, где нет сквернословия, вредных привычек, плохих поступков. Открытие игровой площадки прихожане храма в честь святителя Спиридона в Самаре ждали все лето. Самые заинтересованные, конечно, дети. Они еще до открытия стремились опробовать горки и лесенки. Очень красиво, долго так ждали. Все время говорили, чтобы не лазили сюда до этого момента. Здесь только добро, любовь, свет и благодать. Мы всей семьей сюда приходим. У меня две дочки, зять, внучка. Вот мы здесь бываем. Это наш второй дом. Игровой комплекс построили на пожертвования прихожан. Это самая большая детская площадка при храме в Самаре. Как утверждают главные испытатели, еще и самое интересное. Тут все так лаконично сделали. Во-первых, высокообычные площадки, все как бы низкие. Тут, во-первых, две пары качелей. Очень удобно, потому что когда одна пара качеля, мало. И тут такие мостики, все необычно. На территории храма для детей создана особая атмосфера. Воспитывать их будут только на положительных примерах. И вот дети будут здесь иметь всегда возможность находиться под духовной, в первую очередь, защитой. И дети будут ограждены от того, что здесь запрещено. От курения. Здесь не будут сквернословить и ругаться. И то есть ребенок будет воспринимать ту среду, в которой ему надо и правильно жить так, как должно быть. Следующим значимым событием для прихожан станет установка купола на центральной части строящегося храма. Это запланировано на 25 декабря, в День святителя Спиридона Тремифонского. Марина Кравцова, Иван Карпов. События. День города в этом году самарцы будут праздновать три дня – 6, 7 и 8 сентября. В пятницу в 6 вечера у Ладии пройдет фестиваль «Волга Open Jazz». Выступят джазовые коллективы. Среди участников – Московский оркестр имени Лунстрома. В субботу утром на площади Куйбышева пройдет фестиваль стритбола. Уже более тысячи спортсменов заявили о своем участии. Пять вечера. На второй очереди набережной – фестиваль уличных театров «Экцентричная Самара». А на сцене у Ладии в это время – фестиваль оперного искусства. Именитые оперные исполнители со всех концов страны порадуют самарцев своим вокалом. В воскресенье граждан ждет еще более насыщенная программа. На второй очереди набережной в 11 начнется молодежный фестиваль «Старт». В парке Гагарина в полдень начнется фестиваль этнокультурных традиций. Представители разных народов исполняют свои национальные песни. Завершится праздник концертом в парке Гагарина выступлением певицы Екатерины Шавриной. Кульминацией воскресного вечера станет концерт на Ладье. Выступят баян «Микс», «Виосиние птицы» из московских гостей группа «Браво». Завершится праздник в 10 часов вечера фейерверком. Предложение об ограничении продажи алкоголя содержащих напитков – это работа, которую ведет департамент потребительского рынка. Департамент благоустройства, безусловно, будет увеличивать количество контейнеров мусорных, особенно в зоне проведения очень массовых мероприятий. Мы говорим о территории Ладьи. Мне остается напомнить телефон редакции 202-11-22. Наш сайт самаргиз.ру. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение и смотрите телеканал «Самаргиз» круглосуточно на экранах своих смартфонов и планшетов. Всего доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова